Добрый день уважаемые друзья на связи Алексей Кузьмичев как вы знаете приближается праздник победы 9 мая и сегодня у нас будет тематический урок посвященный как раз этому празднику мы с вами будем создавать очень интересный коллаж с советским солдатом в уроке вы узнаете очень много интересных приемов и техник которые позволят вам совмещать фотографии между собой а также узнаете некоторые интересные приемы тонирования поэтому приятного просмотра и давайте начнем первое что мы с вами сделаем это рассмотрим фотографии которые будем использовать в данной работе первый снимок вы у меня уже видите на экране его мы будем использовать для фона далее идем у нас будет вот такая вот фотография с солдатом следующая фотография у нас это текстурка дыма вторая текстурка также у нас с дымом третья фотография это текстура огня такая вот своеобразная бакешка далее идем также текстурка огня и две остальных текстурки это также у нас огонь все эти вот текстурки мы сейчас будем использовать для создания фона и атмосферы на нашем снимке в первую очередь начнем с того что подготовим фон для нашей композиции а уже дальнейшем будем помещать туда солдата и проводить тонирование а и так давайте сначала поработаем с нашим фоном а в первую очередь нам необходимо избавиться от оттенка который здесь у нас уже есть для того чтобы в дальнейшем нам было проще тонировать нашу фотографию поэтому я создаю сюда корректирующий слой цветовой тон насыщенность и понижая насыщенность нашей фотографии примерно до минус 60 процентов чтобы обесцветить полностью наш фон практически вот примерно до такого состояния и после этого уже сюда можно помещать текстурки огня давайте их скопируем открываем первую текстурку нажимаем control a control c эту фотографию сразу можно будет закрыть и на самый верх ее помещаем так режим наложения ставим для нее экран и при помощи свободного трансформирования control t мы уменьшаем размер и располагаем ее в том месте где она нам необходимо в данном случае я хочу расположить эту текстуру вот здесь на крыше чтобы создать иллюзию такой вот горящей крыши здесь также если необходимо можно немножечко подредактировать контраст этой текстурки для этого переходим в пункт изображение коррекция и выбираем здесь корректирующий слой уровни при помощи среднего ползночка мы можем менять контраст изображения так как нам нужно вот примерно так мне нравится я оставляю нажимаю клавишу ok и перехожу теперь ко второй текстурки вот она у нас также и копируем control a control c и вставляем сюда нажимаем control v при помощи свободного трансформирования control t уменьшаем не забываем зажимать клавишу shift чтобы у нас пропорции не искажались и в данном случае давайте расположим эту текстурку где-нибудь вот здесь примерно так нажимаем enter и режим наложения ставим экран смотрим что у нас получается вот примерно так также можно при помощи уровня немножечко подработать контраст ну я думаю вот так вот вполне подойдет нажимаем ok и можно немножко переместить текстурку вниз чтобы у нас огонь не парил в воздухе примерно так далее идем выбираем третью текстуру также и копируем и вставляем нашу композицию при помощи свободного трансформирования немножечко и и вот так вот сплюскиваем режим наложения давайте сразу поставим на экран чтобы было лучше видно как у нас текстурка ложится здесь вот примерно так можно оставить и тоже при помощи корректирующего слоя уровня настраиваем ее контраст в данном случае я хочу сделать огонь поярче поэтому я перетаскиваю белый ползуночек немножечко к центру вот что у меня сейчас получилось нажимаем клавишу ok и теперь все эти три слоя которые у нас отвечают за огонь можно объединить в отдельную группу выбираем их всем нажимаем control g на клавиатуре и сверху создаем корректирующий слой цветовой тон насыщенность так как мы с вами фон уже обесцветили также нам необходимо немножечко приглушить и огонь чтобы все у нас смотрелось естественно поэтому применяем данный корректирующий слой только группе с огнем зажимаем клавишу alt и щелкаем на границу между слоями и понижаем насыщенность огня примерно на 20 процентов вот таким вот образом закрываем данный корректирующий слой и смотрим что у нас получилось как видите дом и после а единственная проблема которая у меня сейчас вылезла это появилась вот такая вот рамочка вокруг текстурки с огнем давайте это исправим открываем группу находим наше первое изображение и просто при помощи ластика я аккуратно это дело подотру вот так вот прохожусь и со всех сторон убираю эти дефекты вот таким образом все теперь смотрится все вполне естественно и натурально а к тому же мы данный фон будем размывать и в принципе здесь не стоит очень сильно заморачиваться и прорабатывать какие-то мелкие детали потому что фон у нас будет очень сильно размыт поэтому нам важно в данном случае набросать такие вот общие контуры чтобы было понятно что на заднем плане у нас шел бой и там находятся разрушенные здания которые объяты огнем поэтому давайте теперь создаем объединенную копию всех слоев shift control alt и нажимаем и как я уже говорил размываем наш фон для этого переходим в пункт фильтр выбираем здесь размытие размытие при малой глубине резкости примерно на 50 процентов я размываю форма у меня стоит восьмиугольник и вот так вот у меня сейчас выглядит наш фон такого результата нам с вами и нужно добиться как вы видите у нас заметны языки пламени и так же заметны руины зданий на заднем плане нажимаем ok так и теперь уже можно добавлять в нашу композицию солдата давайте скопируем его нажимаем control-a control-c фотографии можно закрыть и вставляем на самый верх нажимаем control-v при помощи свободного трансформирования control-t уменьшаем до нужного нам размера изображение так примерно вот таким вот образом и нажимаем клавишу enter также нам с вами необходимо теперь отделить солдата от старого фона для этого вы можете использовать любой удобный для вас метод я в данном случае буду пользоваться пером полностью показывать я весь процесс вам не буду в целях экономии нашего урока аккуратненько все выделю и после этого вернусь к вам и так я отделил солдата от старого фона и и вот что у меня получилось сейчас на данном этапе после этого нам с вами необходимо также немножечко приглушить насыщенность данного слоя для этого будем использовать опять корректирующий слой цветовой тон насыщенность применяем данный слой только к слою солдатом для этого зажимаем клавишу alt и щелкаем на границы между слоями понижаем насыщенность до минус 30 вот примерно так смотрим что у нас изменилось после этого давайте откроем текстурку с дымом возьмем эту первую текстурку нажимаем ctrl a ctrl c на клавиатуре и вставляем на самый верх нажимаем ctrl v как видите у нас она не полностью черно-белая поэтому ее необходимо предварительно обесцветить нажимаем комбинацию shift ctrl u на клавиатуре либо идем в пункт изображения коррекция обесцветить как вам удобнее и переводим фотографию полностью черно-белый режим далее ставим режим наложения на экран и при помощи свободного трансформирования ctrl t уменьшаем размер данной текстурки и перетаскиваем ее вот сюда чтобы нас шел дым от автомата вот таким вот образом также добавляем сюда маску и выбираем инструмент градиент убедитесь чтобы он у вас был от черного к белому и стиль у него был радиальный а после этого выбираем масочку этого слоя и вот так вот от центра заливаем маску градиентом чтобы у нас дым плавно растворялся на нашей фотографии вот примерно так после этого переходим ко второй фотографии можно закрыть нажимаем ctrl a ctrl c чтобы ее скопировать и так же закрываем вставляем ее на самый верх нажимаем ctrl v растягиваем по нашей фотографии ее размер вот таким вот образом нажимаем клавишу enter и режим наложения так же ставим на экран прозрачность давайте уменьшим где-нибудь до 80% примерно так сейчас фотография у нас выглядит в такой вот своеобразной дымке но в этом нет ничего страшного сейчас мы в дальнейшем все исправим предварительно давайте еще раз скопируем текстурку последнюю которая у нас осталась и так же ее вставляем сюда помещаем так при помощи свободного трансформирования разворачиваем и растягиваем полностью вот этот угол нам с вами здесь не нужен так как здесь очень густо расположены вот эти частицы нам нужно их совсем немножко поэтому сразу давайте поставим режим наложения на экран так и таким вот образом растягиваем чтобы сразу нам было видно как у нас данная текстурка накладывается таким вот образом еще можно растянуть даже вот примерно так я думаю можно оставить нажимаем клавишу enter и посмотрим что у нас получилось как видите вот до и вот после после этого уже переходим к работе с контрастом для этого создаем корректирующий слой кривые и в первую очередь выгибаем кривую вот таким вот образом вниз чтобы настроить общий контраст на фотографии чтобы сделать ее чуть чуть потемнее вот таким образом примерно так закрываем данный корректирующий слой и следующим шагом создаем еще один корректирующий слой кривые на этот раз его мы будем использовать для создания виньетки и акцентирования внимания на центре нашей композиции вот таким вот образом выгибаем здесь кривую можно даже чуть чуть еще посильнее закрываем данный корректирующий слой и теперь выбираем кисть черного цвета убедитесь чтобы она была у вас мягкая и размер увеличиваем примерно вот до такого выбираем черный цвет на палитре и делаем несколько мазочков на лице нашего солдата раз и два можно даже радиус взять поменьше примерно такой и сделать вот так чтобы акцент был у нас четко на лице солдата вот таким вот образом следующим шагом нам с вами нужно подчеркнуть светотеневой рисунок для этого мы будем использовать корректирующий слой карты градиента давайте ее выберем такого черно-белого цвета она у нас будет и режим наложения для нее поставим жесткий свет понижаем прозрачность где-нибудь до 50 процентов данный шаг позволяет нам добавить своеобразной драматичности как вы видите если кажется что вот правый угол данном случае у меня получился слишком темный то можно вернуться к шагу с кривыми и чуть-чуть ее осветлить вот таким вот образом здесь и также кривую вот эту можно немножечко поднять чтобы в целом картинка смотрелась у нас посветлее вот примерно так и так же я хочу еще убрать лишний блик который попал на лицо солдата давайте добавим к нашей текстурке маску вот здесь и при помощи черной кисточки аккуратно сотрем эти блики с лица и с фуражки вот таким вот образом после этого создаем еще один корректирующий слой карта градиента его мы уже будем использовать для тонирования здесь берем вот такой вот цвет от фиолетового к оранжевому и режим наложения поставим мягкий свет для него понижаем прозрачность где-нибудь до 15 или 20 процентов просто чтобы добавить немножечко теплого на кожу и холодного в тени вот таким образом ну и финальным шагом я хочу немножечко посильнее подчеркнуть текстуру лица у солдата а также автомат чтобы придать мужественности и драматичности нашему кадру поэтому давайте создадим объединенную копию всех наших слоев нажимаем комбинацию shift control alt e переведем данный слой в смарт объект щелкаем правой клавиши выбираем преобразовать смарт объект делаем это для того чтобы в дальнейшем нам было проще менять настройки фильтра и теперь уже переходим в пункт фильтр выбираем здесь другое цветовой контраст поставим пока что радиус на 5 пикселей если что-то нам не понравится мы в любой момент сможем подредактировать нажимаем ok и режим наложения ставим жесткий свет либо линейный свет то есть линейный свет действует чуть-чуть посильнее вот если хотим более мягкий эффект ставим жесткий свет вот ну давайте возьмем линейный свет в данном случае и попробуем немножечко изменить контраст щелкаем два раза на смарт фильтр здесь и настраиваем радиус так чтобы у нас лицо было очень хорошо протекстурированным вот таким вот образом нажимаем окей добавляем сюда маску я хочу оставить эффект только на лице поэтому все остальное нам с вами не нужно и мы это сотрем заливаем сначала маску черным цветом нажимаем delete и теперь при помощи белой кисточки оставляем эффект только на лице и на автомате в данном случае я хочу вот таким вот образом проходимся можем так же работать детали которые необходимы в данном случае это у меня фуражка звезда на ней и погоны так также автомат и в принципе все этого будет вполне достаточно теперь изображение смотрится очень очень красиво мне нравится ну и на этом нашу с вами работу можно завершить еще раз поздравляю всех с праздником великой победы и увидимся в следующих видео уроках и и и и и и